Я предлагаю вкусно поесть, да? Да! Район Баюнь, Ванда Плаза. На верхнем этаже много ресторанчиков, а вокруг Ванда Плаза есть пешеходная улица с едой. Одна еда. Ну а тут представляют какой-то новый автомобиль. Уэй? Наверное, Уэй. Нам сюда. Заходим. Ну что, ищем. Макс, сразу читаешь? Ой, какое счастье. Переводишь, а мы думаем, идем мы туда или нет. Саванелла, Ван? Нет. Жареная курица? Нет. Жареная устрица? Нет. Жареные яблоки? Тоже нет. Жареные губы? Сычуанская курица? Нет. Не, ну я, конечно, бы с удовольствием, но вы же никто вот такое вот не будете есть. Нет, вообще непонятно, зачем мы едем. Как есть такое? Домашняя еда. Не очень похоже на домашнюю. Да, дай. Зуи-зуи-сянг. Чьи бошки? Чьи бошки? Странно. Жарят. Не варят, а жарят. С вытяжкой так. А вот тут мясо какое-то нарисовано. Макс, что это? Лапша? Рис? Вот это, не знаю, вот это суши. Ну, суши мы нет, не хотим. Суши я люблю. А вот там вот можно голубей поесть. Че хочу. Сутками нет? Сутками. Столовка. Тайваньская. Тайваньская столовка? Я хочу куда. Ну так в чем проблема? Почему ты до сих пор стоишь здесь? А я хочу потом еще куда-нибудь. На нас все так смотрят, как будто привидение увидели. Я беру сам себе, а Лена с детьми выбирают отдельно. Смотрите, цена 9 юаней. То есть я взял два блюда по 9 юаней. Рис юаня 2, наверное. Это кальмары что ли такие красивые? Подожди, Майя, тебе одно? Я еще хочу. Кальмар, да? Это да, кальмары. Макс, ты бы что хотел. И еще вот блюдо за 7 юаней. И думаю... Нет, еще не все, не все. Здесь столько много вкусного всего. О, я хочу вот эту вот капусту. Ну, хотя да, давайте, давайте, давайте. И вот это. Ага. Все. Грибы и картошка. Вот это будет офигенно. Можно еще взять супчик. Суп это просто бульон на костях с одним яйцом и какой-нибудь травой. Посмотрим, сколько это все стоит. Самые дешевые блюда 2 юаня. Потом идут за 3, за 5, за 7 и за 9. 35 юаней вот за это все. Можно и на второй этаж? Можно и на второй этаж. Если едят обычные люди, то есть охранники, уборщики, значит, это реально дешево и вкусно. Для тех, кто хочет есть ложкой, пожалуйста, ложки есть. Если холодная еда, можно подогреть в микроволновке. Если не нравятся одноразовые палочки, есть многоразовые. Вот здесь они стерилизуются. Если еда не очень острая или не сладкая, это сахар. Сахар и острый соус. Соли нет. То, что я взял, вы уже видели. Лена, я смотрю, у тебя картошка с грибами. Это у Макса. А, это у Макса. А у нас с Майей больше мясо. Так же, как и я. И курицу. Ой, повторюшки. Ну, только вы взяли броколи, да? Я взял цветную капусту. Это наши бестселлеры. Приятного всем аппетита, что ли? Спасибо. И зрителям тоже. Начинаем дегустировать. Хотя, что тут дегустировать? Мы отлично знаем этот вкус. Это все просто очень-очень-очень аппетитно и очень вкусно. А сколько у вас обошлось? 45. А у тебя? 35. И у вас еще с напитками. Да, потому что я дорогих тут мяс набрал. И супчик, дети, Маечка. Вот тебе супчик полезный, Макс. И тебе супчик полезный. Обычный суп. Как грибочки. Для меня вот эти вот островатые. Я сейчас попробую мясо. Давай тебе мясо поближе подставим. Спасибо. Да наклоняйся просто и кусай. Не пытайся донести до рта такой огромный кусок. Вкусно. Курочка, как всегда, да? Картошка жареная. Макс так убрал перчик. Ты еще любишь остренькое. Но как картошечка? Вкусно, остренько. А грибы острые? Рис безвкусный, как обычно. Рис это как хлеб. Ну хлеб бывает вкусный, а бывает нет. Но он нормальный. Ну а рис как везде. Цветная капуста. Хрустит. Остренькая, немножко-немножко. Чувствуются специи. Мне понравилось. Но я пробовал столовка вкуснее. А мясо, мне кажется, именно в этой столовке самое вкусное. Может, ты просто очень голодная? Нет. Супер. Брокколи супер. Брокколи зачет. Боклажан. Баклажан такой неплохой. Брокколи. Брокколи лучше, чем моя капуста. Ну, как бы да, мне она тоже. На четверточку из пяти. Кальмары, наверное, подают во всех столовках, но этот как-то необычно порезанный. Очень. Такое ощущение, что это не кальмар. Кальмар должен быть резиновый, хотя бы немножко. А это очень мягкая субстанция, как будто какой-то тофу. Но тофу так не порежешь. Я не знаю, что сделали с этим кальмаром. Остренький, вкуса кальмара нет. Я все-таки склоняюсь, что это не кальмар. Хотя там на раздате сказали, что кальмар. Может, ты, Макс, неправильно расслышал? Может быть, но маловероятно. А ты что, про брокколи скажешь? Не знаю. А попробуешь мою капусту? Для того, чтобы сравнить. Бери. Тебе, что больше нравится брокколи, да? Мах, сегодня промазал. Обычно я лучшее блюдо беру. Но думаю, зато вот с этим я точно не промазал, потому что Лена сказала зачет, Майя сказала зачет, ну а Макс не пробовал. Это курица. Очень интересно приготовленная. Она какая-то отбитая, что ли. Вкусно. Можно я курицу попробую? Да, можно, конечно. Понравилось? Будешь? Оставить тебе? Немножко. А я у тебя возьму картошки. Она недожаренная, хрустит. Вообще, у китайцев многие овощи недожаренные, такие хрустящие. Но главный недостаток всех блюд, которые я заметил, холодное, все абсолютно холодное. Да, есть микроволновка, можно подогреть, но я как-то привык, что в столовке горячее подают. Ну как, картошка? Мне понравилось. А вот это что такое у тебя? Это ложка. А это между картошкой и мясом было. У меня тоже есть мясо в виде отдельного блюда. Вот это лучшее блюдо. Во-первых, оно теплое. Во-вторых, оно острое, как я люблю. В-третьих, в общем, вот это лучшее, что я попробовал сегодня. А грибы ты еще не пробовал? А еще есть? Вот какой классный грибочек. Макс поделился самым красивым грибком. Я, пожалуй, еще попробую, потому что ничего не понял. Мясо-то взяла? Пока я там у Макса грибы пробовал. Вообще классные. Самое классное, да? Вот, блин, мясо самое крутое. Это что? 9 юаней. Еще как? Будешь? Да, хочу попробовать. Дети Ильина так нахвалили брокколи, что надо сравнить мне. Вот там спустящее. Чуть-чуть сладенькое. И тут же запихиваю в рот. Да, брокколи лучше. Ну что же вот это такое? Непонятно. Да, фигня пока. Фигня, ты тоже думаешь? Не кальмар. Вкусный суп, мне нравится. Майя, а что там в супе вообще? Да, ну вот. Можешь сказать? Ну как бы, вот какие-то водоросли. Вот я бы подумал, что это зеленый суп, да? Вот как мы делаем. Зеленый щен. Зеленый щен. Крапива, яйцо, какая-нибудь крупа и все. Здесь даже группы нет. Морской суп. Водоросли. Это морская капуста, да? Ну, я сама не ем вот эти вот. Ты только воду пьешь? Да, я только пью. Но сама вода прикольная. Но блин, ты напишала. Все, наелись? Да. Довольные? Да. Ну, вы не торопитесь выключать видеоролик, потому что мы сейчас поищем еще, что здесь есть интересного, чтобы наметить на будущее. И надо попить вкусный чаек. Мне уже сложно говорить, потому что все от головы. Кровь отхлынула. Глаза закрываются на пузе. Натянулась кожа. Приветки. Мы еще раз решили. Значит, тоже такое. Сказал, какие-то сосиски. Сосиски? Да. То есть не кальмар. Ну, видимо. Ну, ладно. Тогда сказали, что кальмар. Понятно. Ой, какая рыбка, сансонюшка. Ну-ка, где она отвечает, что это тайваньская столовая? Вон, пенешон, иероглифы. Первые два сверху вниз? Да. Это Тайвань? Да. А чем он отличается, интересно, от китайской? Не знаю. Кто хотел чай? Вот, пожалуйста. Рекорд Ти. Вот, вот, вот. Что-то красивое. Увидели чай. Побежали. Интересно, ценник такой же. Там 9 юаней стоило, кружечка, да? А здесь столько же. В Китае очень популярны вот такие вот чаи. Примерно половину чая наливают, а половину всяких наполнителей. Здесь и... Да что тут только нет, проще сказать, чего тут нет. Какие-то желейки, непонятие с чего сделаны. Тут и конфеты бывают, и бобы. Макс, что здесь вообще вот именно у них есть интересного? Увидинг есть, якульт, лимон, йогурт, помеллу, виноград, лимон. Понятно. Короче, все. И так далее, ну. Все пихают в этот чай. Тебе какое больше всего нравится? Не, со вкусом вот это вот. С кокосом. За 9 юаней. А тебе? Да, я. Майя, тут написано мясо яка? Да. Будешь яка? Да. Я уже наелась. Смотри. Это белый кусочек? Да, белый. У меня фигня еще не попалась. Так же, как тогда? Я единственный в семье, кто не разделяет восторгов по поводу всех этих чаев. Не наклоняет вообще. Ну, Макс, ну, не люблю такое. Спасибо. На вкус и цвет. Желейки прикольные. Да, мне тут рожелеки вообще понравились. Ой, а вот еще тоже и день-ден классная, чайная. Это у нас кукаренький день-ден, этот мне очень нравится. А вот тоже чай. Слушайте, тут одни чаи. Это очень популярные. Да. Да. Ммм, вот отсюда вкусно пахнет. Макс, что это за кухня? Вот, 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 запах пошел, нужный запах пошел. Вот это, что ты блюешь? Чамшанский вонючий топ. Нет, я не знаю, вонючий топ. Вот это моя тема, вот просто обожаю. Ну, зато дети и Елена не очень разделяют мой вкус. А вот там вонючий топ в углу, да, жарится, шкварчит, черненький такой. Опять чай, что ли? Да. Вот чай. А-а-а. Вот чай. Еда в ведре. Еда из ведра. Главное, чтоб не из помойного. Ну, прикольно выглядит. На картинках. Кармен. Чай. Все, похоже, еда закончилась. Теперь нам на верхний этаж. Почти где луна. Вот там сверху еще есть еда. Люда, ну ты не страшна. Моя такая прифигевшая. Я тоже так хочу. Здесь варят. Здесь, похоже, тоже варят. Ого, хого. Посмотрите, что творится. Как все хотят покушать. А это безлимитный букет. Вот почему такая очередь. Ничего не набирают. Не разбираюсь во всем этом. Самое дорогое это 75 юаней с человека. Он идет по полной цене. Все, мы сюда не пойдем. Майя, а ты еще по половине? Майя еще по. Да. А это зачем очередь? За мясом. Это очередь за мясом. Да. 60 юаней за полкино. Опять чай. Ну как, впечатляет по сравнению с нашим райончиком? Вообще, в Ванта-Плазах всегда народу так много. Смотри, он там короткий. О, а как это она по потолку ходит? Корову хочешь? Хочешь корову? Корову вверх ногами неудобно доить. Это безлимитный буфет? Да. Тоже шоу-хау, только в более приличном виде. Но я думаю, на улице повкуснее будет. А вот в этом ресторане я был. Здесь прям при вас готовят лапшу, то есть вся кухня открыта. Вот она. Дают очень вкусную лапшу и мясо. Я ел мясо на костях, здесь что-то другое рекламируется. Это была Ванта-Плаза с просто, огромное даже слово не подходит, с бесконечным выбором еды. Мы присмотрели себе несколько забегаловок. Обязательно сходим, когда будет время. Да? Да. Обязательно. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Ну и приятного аппетита.